Вы смотрите отзыв об отеле Сафотел Фиджи Резорт энд СПА. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Ял Йена, который был в нем в 2010 году. Мы с мужем остановились в отеле Сафотел Фиджи Резорт энд СПА на 4 ночи после прекрасно проведенных 8 ночей в отеле НАО. Мана Мона Айленд Резорт энд СПА. Данный отзыв является продолжением отзыва об отеле НАО. Мана, поэтому для получения полного впечатления об этой поездке на Фиджи необходимо его прочитать. Так как на Фиджи мы прилетели корейскими авиалиниями через Сеул, и вылет в обратную сторону был в 9 часов 55 минут, было очевидно, что как минимум последнюю ночь на Фиджи необходимо провести в отеле, расположенном вблизи аэропорта НАДИ. По этой причине я рассматривала несколько вариантов отелей, вполне приличных и недорогих, но начитавшись отзывов на сайте www.fitoblesor.com и насмотревшись предложений по экскурсиям на сайте, я решила удлинить пребывание на главном острове Фиджи Витилеву, и обязательно в курортной зоне Динарау рядом с портом, откуда отправляются все замечательные экскурсии, чтобы иметь возможность эти экскурсии купить. Отели Динарау оказались очень дорогими, и я выбрала Софитель по причине наиболее разумной цены и хорошего описания пляжа. Судоходная компания South Sea Cruises, осуществляющая сообщение между островами и экскурсией, предоставляет всем своим пассажирам бесплатный трансфер на автобусе до отелей Динарау, Кораллового побережья и аэропорта НАДИ. Поэтому приплыв со Мановкор, мы на таком автобусе прибыли в отель Софитель, где на ресепшене предъявили свою бронь через сайт booking.com. Нас встретили приветливо, и за час до времени вселения, предложили вместо забронированного улучшенного номера с кроватью King Size, такой же номер с двумя двуспальными кроватями. Мы решили не настаивать и согласились, после чего с моей карты отель сразу списал, скорее зарезервировал, указанную в моем бронировании сумму плюс 400F в знак доллара депозита. После волшебного О. Мана отель Софитель нам показался очень большим и урбанистическим. Никаких следов уединенной девственной природы и романтики в этом отеле обнаружено не было, длинные бетоны, открытые коридоры с бесконечными гнездами дверей, прилизанный ландшафт, симпатичный бассейн, до краев заполненный публикой, абсолютно пустынный и неприглядный пляж с серым укатанным песком и мертвым морем. Сам номер оказался обычным для отелей такого уровня, по размеру был меньше номера Вайланд Парнау. Мана ванная была небольшая и не имела гибкого шланга у душа. В номере имелись те же удобства, что и в номере А. Манокондиционер, электронный сейф, холодильник-мини-бар, электрочайник с набором чая-кофе, фен, утюг с гладильной доской, тапочки, телефон, интернет-вай-фай за долг. Плату до 30 семей в знак доллара в день, две большие удобные кровати, гардеробная ниша, комод, стол и два стула, балкон в сторону моря. Также имелись халаты и телевизор. Белье и полотенца менялись ежедневно, пляжные полотенца выдавались по карточкам у бассейна. Питание в отеле оказалось совсем дорогим. Завтрак буфет 42,5 ф знак доллара, ужин буфет около 80 ф знак доллара, но сам завтрак был, конечно, разнообразнее, чем нау. Мана ходили на него один раз, в отеле не ужинали. На ужин два раза ездили в порт на открытом автобусике Балабас, который по кругу объезжает все отели и билет на него продается в отелях и стоит 6 ф знак доллара на день. Поужинать в порту стоит в три раза дешевле, чем в отеле, но напитки все равно дорогие. В отеле было экскурсионное бюро слева от Рисевшина. Днем мы приобрели две экскурсии, первую на курорт отеля «Октопус» на островах Лисава, вторую на Орбичкамбер, расположенный в 45 минутах езды на катере от порта. Все экскурсии являются по сути выездами в имеющиеся отели на островах с предоставлением пляжных услуг и обедов, иногда с напитками. До «Октопуса» мы плыли 2 часа 30 минут, видели очень красивые острова, риф «Октопуса» оказался чудесным, увидели там богатую подводную жизнь, обед был вкусным. Среди постояльцев отеля «Октопус» было много европейцев, а вот сотовая связь там отсутствует. По совету сотрудницы бюро, следующую экскурсию взяли на Орбичкамбер, он один из самых близких с недорогим отелем, но риф у него также оказался очень хорошим, хотя находился подальше от берега, накормили нас там тоже хорошо. В отеле «Софетель» нас поразили своей беспардонностью горничная, они ломились в наш номер с целью уборки, хотя прекрасно видели, что мы еще не ушли. При отеле есть магазинчики с сувенирами, пляжной одеждой, едой типа мороженого и чипсов. При выезде из отеля проживания нам посчитали с учетом межсезонной скидки 25% и вернули на карты излишние деньги, чем очень нас порадовали, то есть мы заплатили меньше, чем было указано в нашем бронировании. В итоге наших изысканий мы пришли к мнению, что отдыхать на Фиджи надо на островах группы Маманука или Исава, а не на главном острове Витилеву, иначе никакой эксклюзивности и экзотичности своего отдыха вы просто не заметите. В аэропорт Наде мы уехали из отеля на такси за 30 в знак доллара. Время в пути около 30 минут на таможне при выезде никаких проблем и вопросов не возникло. Нас ожидали две ночи в отеле Гамильтон в Сеуле, но об этом отеле и своих впечатлениях о Корее я напишу в отдельном отзыве. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры создавал DimaTorzok